Здравствуйте, дорогие друзья! Мы записываем это видео для тех, кто в домашнем кругу встречает Святую Субботу. Темой субботней школы на этой неделе было «Иисус, податель покоя». Основным текстом для изучения были третья и четвертая главы послания к евреям. Здесь автор послания убеждает читателей, что покой достигается только через веру в Бога, через веру в Иисуса Христа, и он делает это на отрицательном примере израильтян, которые подошли к границам Ханаана и проявили неверие, и из-за этого не смогли туда войти. Давайте мы еще раз перечитаем сегодня эту историю и внимательно понаблюдаем за тем, что происходило с этими людьми, и применим эту историю к нашей жизни, сегодняшней нашей реальности. Но перед тем, как будем читать, давайте коснемся некоторых деталей. Вообще, сегодняшнюю тему можно было бы назвать так – «Две клятвы Господа». Потому что вначале Господь клянется Аврааму, Исааку, Якову, что он введет израильтян в Хананскую землю, а затем, когда вы прочитаете эту историю, вы убедитесь, что в конце этой истории Господь клянется им, что они не войдут. И это удивительно. Как так? Одна клятва сменилась другой клятвой. Но все дело в том, что они не смогли проявить веру. Впрочем, не все. Давайте мы посмотрим, что же произошло. Когда израильтяне подошли к границам Хананской земли, почему-то им захотелось проверить, проверить эту землю, исследовать, обследовать ее, посмотреть. На самом деле, она так хороша, как говорит о ней Господь. Здесь вопрос – зачем было проверять? Что они не могли довериться Господу? Что Господь мог их обмануть? Почему они стали это делать? Порассуждайте об этом в группе. Когда они пошли проверять эту землю, то фактически, если вы проследите по географии, как они шли, они прошли ее с юга на север, из конца в конец, и обратно вернулись тоже из конца в конец. Прошли эту землю уже другим путем. И они фактически, да, они, может быть, не увидели все, что есть на этой земле, но они смогли пройти все географические, климатические пояса и смогли действительно увидеть, осмотреть, и, ну, чтобы иметь, уже иметь достаточно хорошее представление о том, что из себя представляет эта земля. Ходили они 40 дней. И 40 дней вообще – это срок, который в Библии, он очень символичен и много раз появляется. Например, в жизни Моисея 40 дней – это время поста, да, Моисей постился 40 дней один раз, потом второй раз постился 40 дней. В жизни Ильи 40 дней встречаются, когда 40 дней он шел на пути к горе Хариву, где у него была встреча с Богом. И 40 дней появляются также в жизни Иисуса Христа, он 40 дней постится в пустыне. И в том, и в другом, и в третьем случае мы видим, что 40 дней эти были временем сближения с Богом. Что мы видим здесь? 40 дней, которые эти соглядатели осматривали землю, это не было, наверное, сближением с Богом. Во всяком случае, не для всех из них. Мы видим, что за эти 40 дней кое-что произошло в их сознании. И вообще психологи говорят, что как раз 40 дней – это срок, когда меняется сознание, когда можно привить новую привычку или когда можно избавиться от старой привычки, если на протяжении 40 дней замещать какую-то старую привычку каким-то новым поведением каким-то. Мы видим, что за эти 40 дней в сознании соглядатых произошли перемены. 10 из них укоренились, что эта земля не для них. Двое из них укоренились и утвердились, что эта земля как раз-таки им принадлежит. В чем разница между ними? Порассуждайте об этом. Давайте посмотрим, что они стали говорить, что они стали делать. Когда они вернулись и начали давать отчет перед народом, то мы видим, что они увидели как-то по-разному эту землю. 10 из 12 увидели не только землю, но и воинственных обитателей, которые готовы защищать ее всей силой своего оружия и своими укрепленными городами обороняться. И до того они дошли в своем таком негативном описании этой земли, что они стали даже распускать худую молву. Они стали говорить, и обратите внимание на эту деталь, когда будете читать, что земля это какая-то ужасная земля, мистическая земля, что она пожирает людей, которые обитают на ней. Что это такое? Откуда они взяли это? И что интересно, дальше они завершают свой отчет тем, что говорят, там ключевые фразы такие есть, в глазах наших мы выглядели так, в глазах их мы выглядели так, и такие сравнения, как они были исполины, мы были как саранча перед ними. Вот порассуждайте об этом, что это означает, как это, что происходит, когда люди смотрят на вещи определенным образом, под определенным ракурсом, через определенную призму, что происходит в сознании людей. И самое ужасное, что происходит дальше, в начале 14 главы, можно читать, какой вывод сделал народ, выслушав такой отчет, какой вывод сделал в отношении уже самого Бога. И это самое ужасное. И, друзья, когда мы проявляем неверие, то это неизбежно ведет к тому, что наше мнение о Боге меняется. Итак, эти люди, народ в целом, эти 10 соглядатаев опирались на свои страхи. На что опирались те, кто проявили веру? Вот порассуждайте об этом. На что они опирались? Что было основанием для их веры, для их оптимизма? Дальше Господь Моисею предлагает простое решение вот сложившейся ситуации. Как Моисей реагирует на это простое решение, предложенное Богом? И какое в итоге было принято решение Господом? Вот давайте об этом будем читать. Итак, наша тема «Верь и будь спокоен». Отрывок для чтения – это числа 13 глава 18 стих и далее до 14 главы 38 стиха. При чтении будем искать ответы на три главных вопроса. Помимо всех прочих, давайте искать ответы на три главных вопроса. Что из этого текста мы узнаем о Боге? Что этот текст говорит нам о нас, людях? И каким решением побуждает нас сегодня Господь на основании этой истории? После чтения поделитесь в группе своими размышлениями. И в процессе обсуждения вы можете использовать вопросы, которые вы получили на WhatsApp. Вы можете также использовать вопросы, которые записаны в описании к этому ролику. Божьих благословений всем нам!